Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы пообщаемся с Натальей Соболевой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Анна. Вы парапсихолог и можете, как никто, лучше рассказать о том, что нас ждет в следующем году. Итак, что этот год, Новый год тигра, да, именно какого тигра готовят для людей? Считается, что этот год голубого тигра. Многие его называют год черного тигра. Вообще этот год и голубого, и черного тигра. Что значит голубой? Это символ воды. То есть названием мы определились. Чем он будет отличаться от прошлого, 2021 года? Если вы посмотрите на быка, бык – это что-то большое, неповоротливое и очень медленно жующее что-то постоянно. Тигр – это гибкость, это движение и это непредсказуемость. Поэтому год нам таким и обещает быть. Скажите, кому будет сопутствовать удача? Более решительным людям, получается? Конечно. Если вы умеете быстро принимать решения, это замечательно. Если вы это не умеете делать, я очень рекомендую научиться. Потому что тот, кто быстро принимает решения, тому будет сопутствовать удача весь год. Если вы будете долго думать, тянуть, не решаться, то вы просто упустите момент. Поэтому с энергией вперед. Скажите, на какие сферы может повлиять именно год тигра? Год тигра больше всего влияет на финансовую составляющую, на финансовое благополучие и на любовные, романтические отношения. Насчет финансового благополучия. Как его можно прокачать, может быть? И что людей останавливает от того, чтобы стать финансово независимыми, богатыми, успешными? Самые главные проблемы, которые останавливают ваше финансовое благополучие, это блоки, которые тормозят. Обида, зависть, недовольство окружающими, критика постоянно. Это все снижает возможность финансового благополучия. И есть такое еще понятие, как энергоемкость. У каждого человека она своя. Энергоемкость это такой некий резервуар у нас, который нам дает возможность либо наполняться материальной энергией, либо ее не пропускать. Чем выше у вас энергоемкость, тем больше у вас возможностей заработать. Выиграть, допустим, в лотерею, получить еще откуда-то деньги. Энергоемкость маленькая, вы через себя не можете пропустить этот финансовый поток. И, соответственно, денег у вас будет либо мало, либо они будут постоянно уходить на какие-то непредвиденные расходы. Только получили зарплату, зуб заболел. Только получили зарплату, колесо прокололи, нужно что-то делать. Ну, то есть они будут уходить, как бы сквозь пальцы уплывать. Можно как-то измерить эту энергоемкость? Да. Энергоемкость можно измерить. Для этого нужно, первое, человек, которого мы будем измерять. Сейчас найдем. Второе, нужно листочки, на которых мы напишем. Сначала пишется цифра, которая соответствует вашей заработной плате. Допустим, это 100 тысяч рублей. Дальше на двух листочках мы пишем в два раза больше заработную плату, цифру, и в четыре раза больше. И на других мы пишем в два раза меньше и в четыре раза меньше. Все это перемешиваем, кладем на пол, берем человека, разуваем его, обязательно босиком надо делать. И он должен по этим листочкам походить и интуитивно выбрать какой-то из листочков. То, что вы выбрали, и та надпись, которая будет, цифра, это как раз та цифра, которая соответствует вашей энергоемкостью на данный момент. Если она маленькая, имеет смысл ее прокачивать. Если она большая, имеет смысл ее расширять дальше. Давайте покажем на примере сейчас. Вот и человек появился. Отлично. Давайте, спасибо вам большое. Это как раз то, что нам нужно. Здравствуйте. У нас сейчас, Александр, эксперимент такой. Мы будем измерять вашу энергоемкость. Да, для этого задам несколько вопросов, а вы мне отвечайте честно. Хорошо. В среднем, какая у вас заработная плата, какую сумму денег вы получаете ежемесячно, зарабатывая за месяц? В общем, отовсюду, со всех источников, да? Я думаю, на 1080 точно. 80. Итак, мы пишем сумму 80 на первом листочке. 80 мы умножаем на 2, получается у нас 160 тысяч. Дальше умножаем. 80 умножаем на 4. 320. 320. Теперь мы 80 делим на 2. 40. 40 тысяч. Готов проверить энергоемкость? Уже и сел. И теперь 80 делим на 4, получается 20. 20. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем энергоемкость, и я вам все расшифрую. Итак, мы это все дело перемешиваем. Александр, вам сейчас нужно будет встать на листочке и походить по ним мысленно. Почувствуйте контакт с ними и от какого листочка будет тепло. На том останавливайтесь, и мы его перевернем. Вы хотите, сколько нужно? Давайте мы останавливаемся на этом листочке. Итак, и это цифра 160. Присаживайтесь обратно. Чем вас привлек этот листочек? Ну, я и подумал, почему бы не так. Хотелось просто на нем остановиться. Везде потоптался, там не было ни по себе. А здесь хорошо. А здесь хорошо. Так как у вас зарплата сейчас 80, а листочек вы вытянули 160, энергоемкость ваша соответствует этой сумме. Это значит, что у вас есть возможности зарабатывать гораздо больше, но по каким-то причинам вы чуть-чуть притормаживаете. Поэтому ничего не бойтесь, если вам предлагают какие-то проекты, где зарплатная плата выше, смело в них вступайте, ввязывайтесь, потому что у вас сумма минимум должна быть в месяц 160. И возможности у вас такие есть. Итак, с энергоемкостью мы разобрались. Как же ее повысить-то теперь? Расскажите. Как повысить? Первое, наверное, самое главное правило – это не завидовать. Есть один очень действенный способ, который вашу зависть из негативного может перевести в позитивный. То есть зависть на вас будет работать. Тогда завидуйте смело. Ну как же смело завидовать? Вот расскажите. Иногда за людей радуешься, иногда завидуешь. Вот я даже в себе такое отмечала. Вот смотрите, что можно сделать. Допустим, вашей близкой подруге муж подарил машину. Очень дорогую, очень замечательную. И все-таки у вас, даже несмотря на то, что вы подруга, присутствует легкое ощущение зависти. Вы смотрите на подругу и говорите ей, как здорово, как замечательно, ну и все остальное, что у тебя новая машина. Дайте две. Сказав фразу «дайте две», вы показываете вселенной, что вы рады за подругой, тоже так же хотите. И моментально вот это чувство зависти, оно переходит из негативного в позитивный. Так можно во всем. Подарили шубу кому-то. Ой, как здорово, как замечательно. Дайте две. Это как, наверное, с блоками с деньгами. То есть у людей, у многих, есть какие-то там фразы, засевшие с детства, что деньги – это зло, деньги – это плохо, деньги зарабатываются тяжелым трудом, деньги – это опасно. Ведь есть такие установки в людях, наверное, те же самые блоки, вы говорите. Да, да. Как их можно менять, можно ли их менять своими же мыслями, своими же словами ежедневно? Да. Это не то, что можно. Это необходимо, если вы хотите жить счастливо счастливо и финансово спокойно. Что нужно сделать? Опять же, сразу блок убрать крайне сложно, особенно какие-то такие большие блоки. Установки поменять сразу не получается, но их можно изменять постоянно, когда приходят негативные мысли. Допустим, денег нет. Денег нет. Вот такая мысль постоянно приходит в голову. Нужно оплачивать кредит, денег нет. Убрать эту мысль невозможно, потому что если реально денег нет. А если мы будем транслировать фразу денег нет, то их и не будет, наверное. Их и не будет. Но если денег нет и не транслировать фразу, но не получается, что можно сделать в этом случае? На фразу денег нет, в своей же голове вы говорите, денег нет на что-то конкретное, на, допустим, оплату кредита. Но деньги есть на еду, деньги есть на жилье, деньги есть на машинный бензин. То есть денег нет на конкретное что-то, на все остальное есть. Как только вы меняете эту установку, то деньги начинают, опять же, к вам поступать и на то, на что их не хватает. А вот деньги и счастье, как они связаны? Многие тоже их разделяют. Деньги и счастье, сейчас вам расскажу. Счастье не в деньгах. Да, говорят, счастье не в деньгах, думаем о духовном. Деньги дают вам возможности. И дают возможности еще и для ваших близких. То есть вы можете сделать жизнь более комфортную, более интересную, более наполненную. Поэтому деньги это возможности для того, чтобы быть более развитым, для того, чтобы быть более полезным обществу и миру. Поэтому это тоже дает счастье. Ну что же, мы все о деньгах и о деньгах. Может быть, о любви поговорим. Что в этом году нас ждет в любовной сфере? На что нужно обратить внимание? В любовной сфере наш тигр водяной черный дает нам огромную энергию либо для того, чтобы закончить отношения, которые уже не приносят радости, либо для того, чтобы начать бурный роман и решиться, наконец, на какие-то новые отношения или же решиться на отношения, которые вроде бы должны быть, но все никак-никак. Поэтому в следующем году нас ждут очень громкие разводы и очень громкие бурные романы и свадьбы. Но самое главное, с любви нужно начинать к себе, любовь к себе. Вот как только вы себя начнете любить, принимать, сможете смело заниматься уже отношениями. Скажите, а в чем лучше встречать вот эти вот новогодние праздники? В какой одежде? Женщины на это очень часто обращают внимание. Я заметила, что сейчас вы в песочном наряде, в таком нежном. Я как раз хотела бы и показать на себе, какой цвет был бы наиболее благоприятен для костюма или платья в Новый год, в новогоднюю ночь. Тигр это хищник, и он не любит все, что вызывает опасность или же какое-то напоминание про огонь. То есть оранжевый, красный цвет желательно убрать. Что там... А вот в леопардовом костюме? Леопардовый костюм, это вы будете конкурентом хищнику, ему тоже это не понравится. Поэтому пусть он будет один такой. Если вы возьмете принт зебры или что-то такое близкое к этому, то же я бы не рекомендовала, потому что он воспримет... За жертву. За жертву, на которую он захочет напасть. Поэтому лучшее будет это какое-то напоминание о его месте обитания. Это что-то песочное, это может быть зеленое. То, что ему понравится, ему будет спокойно и хорошо. Что касается праздничного стола, на что можно обратить внимание? Чем-то он может будет отличаться от других? Да, в этом году он очень сильно отличается, потому что в этом году рекомендуют, чтобы на столе было достаточно большое количество разнообразного мяса. Но это же у нас хищник, поэтому смело можете все готовить из мяса. Курица, кролик, дичь, олень, лось, что у вас там есть в закромах, все можно на стол. Ну, конечно, кто любит салат и зелень, все это оставляем, но мясо не помешает. Что касается подарков, какие подарки приветствуются в этом году? На что лучше обратить внимание? В этом году имеет смысл дарить все то, что не будет полезным. Аксессуары, парфюмерии, книги, что-то связанное с роскошью. И обязательно подарок должен быть с огромным вашим желанием сделать человеку хорошо. То есть, чем больше вы вложите энергии любви, энергии блага в этот подарок, тем вам же будет лучше. То есть, главная тенденция какая? Вы от себя отдаете, и только после этого получаете. То есть, именно душевную теплоту и близость надо вложить в подарок. Да, душевную теплоту и близость. Очень-очень неплохо, когда есть какие-то аксессуары или что-то, что будет на вас постоянно, и будет притягивать удачу тигра. Это может быть из камня, из хрусталя, из стекла что-то. Это могут быть броши, серьги. Какие металлы, может быть, больше все нравятся? Какие камни тигру больше нравятся? Мне как раз для вас есть подарок. Да, я взяла, потому что в Новый год нужно будет входить уже с чем-то таким, что будет как раз... Да, с тигром. Сейчас я вам покажу. Это браслет. Маленький. Его можно носить постоянно. Он сделан из янтаря. И здесь цвет янтаря, он как раз имитирует цвет тигра. Этот браслет, он из коллекции, которая называется Black Pot. Black Pot это у нас выигрыш, куш, финансовое благополучие, чтобы всегда вы выигрывали. Причем не только в деньгах, в любви, в отношениях, в карьере, везде. Поэтому вот такой вам подарок. Давайте прямо от вас. А с каким можно браслетом? Браслеты можно с любым носить. С каким лучше? Давайте на вот эту руку, чтобы они не конкурировали с другим браслетом. Так. Он наверняка заряжен каким-то позитивом вашим. Он заряжен, наполнен на любовь. Ой, благодарю вас. А все остальное он будет делать сам. Потрясающе. Я рада была с вами пообщаться в очередной раз. И желаю вам счастливого Нового года, чтобы все ваши планы также исполнялись и мечты. Я вам желаю как можно больше любви во всех ваших областях и сферах для наших зрителей. Я желаю, чтобы вы ничего не боялись, рисковали, не боялись принимать решения и всегда знали, что если вы обращаетесь к высшим силам, к энергии какой-то, все делаете с любовью, то никаких проблем, никаких сложностей у вас в жизни не будет. Всех с наступающим Новым годом и побольше вам любви и не забывайте отдавать эту любовь. Благодарю вас. До свидания. Всего доброго. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами прощаемся. С Новым годом и до свидания. С Новым годом